Январь 2021 года. Ученые научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета нашли генетическую причину мигрени. Сотрудники университета пришли к выводу, что разные генотипы людей по-разному влияют на хронизацию мигрени. Мигрень – это не простая главная боль, это интенсивная главная боль, которая, как правило, выбивает человека из его обычных коленей. И что касается хронической мигрени, которая возникает больше 15 дней в месяц, то есть представьте себе, у человека из месяца половина просто выпадает из жизни. В июле молодой ученый научно-исследовательской лаборатории OpenLab – генные и клеточные технологии Казанского федерального университета Марина Гомзикова разрабатывает лекарство от почечной недостаточности. Оно представляет собой физический раствор, который будет вкалываться пациенту внутривенно. Исследования получили грантовую поддержку российского научного фонда. Для трансплантации органов существует недостаток, острый недостаток донорских органов. И кроме того, при трансплантации органов есть риск отторжения. И актуальность проекта, и для чего мы разрабатываем наш биомедицинский препарат – это для того, чтобы избежать диализа и трансплантации органа, а стимулировать восстановление ткани почек пациента. В том же месяце химики КФУ решают проблему лекарственной устойчивости. Ученые предлагают два принципиально разных подхода к решению задачи, которые, несомненно, находятся в русле развития мирового тренда рационального применения лекарственных препаратов. То есть, это вот как киндер-серпиз, представляете? Там есть игрушка. Вот то же самое мы создаем некоторый контейнер, который, представляется, имеет нанометровый размер, состоит из различных макроциклов, по-разному функционализированных различными химическими структурными фрагментами. И туда мы нагружаем лекарство. И мы его таким образом прячем и доставляем в ветку. В августе ученые научно-исследовательской лаборатории, реологические и термохимические исследования Казанского университета доказали влияние горных пород на окисление нефти. Исследование получило поддержку Российского научного фонда. Этот эксперимент включает исследование минералов кальцит и доломит. Кальцит и доломит – главные минералы в карбонатном резервуаре. Во всем мире мы имеем примерно 60% нефти, они находятся в карбонатном резервуаре. Тщательное исследование воздействия данных минералов на горение нефти предоставляет важную информацию для применения процесса внутрипластового горения в карбонатных коллекторах, которые обладают огромными запасами нефти. Важно знать, что минералы внутри резервуара влияют на процесс извлечения нефти. Также в августе уникальное скопление галактик обнаружили ученые Института космических исследований РАН с помощью орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр рентген-гамма». Подобных сверхмассивных и далеких от нас скоплений ранее было открыто всего два. Свершить открытие удалось при помощи наземной оптической поддержки с помощью полутораметрового телескопа РТТ-150 Казанского федерального университета, установленного в Турции. Дело в том, что кроме галактик, в скоплении галактик существует так называемый горячий газ, который разогрет до температур в несколько миллионов градусов. Вот этот горячий газ, излучающий в рентгеновском диапазоне, мы с помощью оптических телескопов не видим. Но зато этот газ хорошо видят рентгеновские орбитальные обсерватории. Почему важно запускать в космос такие орбитальные обсерватории, регистрирующие излучение в рентгене? И это далеко не полный список научных открытий. Мы завершаем часть топов 2021 года. В следующем году нас ждет еще больше открытий и разработок. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Универньюз.